Всем привет! Сегодня в программе новости науки с Ралиной Киряевой саморегенерация, самолечение и саморегуляция. Подробности, как всегда, далее. Итак, в мире. Ученым стали известны молекулы микро-РНК, заставляющие поврежденные ткани некоторых животных запускать регенерацию органов. Чтобы выяснить, какие гены отвечают за регенерацию, ученые ампутировали некоторые конечности рыбкам, данью и оксалотрю. Вместе ампутации собрали образцы ткани, из которых выделили РНК. Проанализировав и сравнив ее, они обнаружили 10 разновидностей микро-РНК, участвующих в экспрессии генов. Функционировали они одинаково, несмотря на огромную разницу между видами. Это значит, что умение выращивать новые конечности взамен утраченных не развивалось заново в каждом новом виде, а переходило от вида к виду в процессе эволюции. Для человека это означает теоретическую возможность научиться отращивать поврежденные ткани. А в России ученые Томского госуниверситета изменили физико-химические свойства минерала циолита, применяемого при процедуре гемодиализа. Циолит представляет собой алюмосиликат кальция и натрия. Его свойства были изменены путем механического и термического воздействия на него. Результатом эксперимента станет создание портативного устройства для гемодиализа, фильтрации крови от токсичных продуктов, обмена веществ при почечной недостаточности. Сейчас есть аналоги подобных препаратов, но даже с их применением процедуру можно проводить только в больничных условиях. Новое же устройство позволит проводить гемодиализ практически где угодно. И напоследок в Татарстане проблема определения управления отношения к своему состоянию на данный момент наиболее полно раскрывается сотрудниками кафедры общей психологии Института психологии образования Казанского федерального университета. На базе кафедры был разработан учебник по психологии состояния, аналогов которому в мире пока нет. Ноу-хау Казанской психологической школы можно также отнести создание теории саморегуляции состояния, то есть теории о том, как научиться управлять и контролировать свои состояния. Человек в этом случае может снижать болевой порог или же снимать утомление, дольше сохранять чувство сытости, избавляться от ощущения жажды и долго держать себя в тонусе. А на этом все.